Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, единомышленники и граждане Гисляндии. Сегодня опять отработал на грузической работе, пришел домой, Юлька, как всегда, сделала мне супчик с курочкой, то же самое, что вчера, короче, сейчас буду есть, короче, вот не поверите, вкусно, вот вкусно, молодец у меня Юлька. Вот, значит, сегодня такой ролик интересный, вот все, кто не любит слушать про Бадюка, все, кто не любит слушать, да, когда я что-то кому-то доказываю, да, вы сразу можете поставить дизлайк и свалить с этого ролика. Этот ролик не для вас, ребята, этот ролик для настоящих пацанов, которые хотят мне, лучшему грузчику в мире, доказать, что я, оказывается, неправильно ношу рояль. То есть, я, человек, который переносил все рояли в нашем городе, который носил рояли на протяжении 20 лет, оказывается, я неправильно ношу рояль. Ах, вот оно что. Вот. Вот интересно мне. А как же, как же я 20 лет носил рояль неправильно, и у меня позвоночник... Спасибо, Юлечка. Пожалуйста, любите. Юлечка принесла мне второе. И у меня позвоночник не упал в трусы. Вот, если честно, уникальный случай. Как это у меня позвоночник не упал в трусы? Салатик, да, текает? Не, не надо, не надо. Вот. Но это уникальный случай, может быть, для вас, понимаете. Для вас, у которых в мозгах Качковский зал. Вот как этот профессор Прижевальский, по-моему, фамилия была, из собачьего сердца. Он всегда говорил, у них в мозгах разруха. А вот у вас в мозгах Качковский зал, понимаете. И вот пока у вас будет в мозгах Качковский зал, спор пит, курсы. Вот пока у вас это будет в башках ваших, да? В ваших тупых башках. Вот до тех пор вы мне будете писать свою ахинею и учить меня правильно носить рояли. Ну, я так смотрю, как бы многие мне написали, что я неправильно ношу. Ни один человек, не знаю, может быть, тролли со своих всех аккаунтов пишут, не знаю. Ну, ладно. В общем, ближе к теме. Сейчас вам объясню. Может быть, все-таки меня смотрят нормальные ребята, да? Которые хотят работать грузчиками, да? Зарабатывать на этом деньги. Может, им действительно интересно, как правильно носить рояль. В общем, раскладываем все по полочкам. Значит, вы мне написали, что я неправильно ношу рояль. И написали конкретно, что я делаю неправильно. То есть, ваше мнение было, что когда я несу рояль, я вот такой вот согнутый. Я согнутый несу. У меня хребет такой согнутый. И это неправильно. А также я его неправильно на пол опустил. То есть, там коленки как-то не так согнул. Ноги как-то не так поставил. Вот так вот его опустил. И, короче, это неправильно. Вот. И некоторые даже написали, как правильно носить рояль. Даже не рояль, а любые вещи. Как правильно носить. Вот они написали как. Одного там, кстати, на кладбище где-то там. На кладбище, по-моему, работает. Какие-то там мраморные плиты носит. Другое еще где-то. Короче, носить надо тяжелые вещи. Вот так вот. С прямой спиной. Вот так вот. Спина должна прямая, да. Ну, как будто, вы знаете, вот штангу взяли на плечи, да. И приседаете. То есть, спина прямая, голова вверх. Вот так вот. Попочку оттопырили. И пошли в присест. Да. Оп. Раз-два. Раз-два. То есть, пряменько все должно быть. А у меня все вот так вот. Вот так вот. Я согнулся и понес рояль. И это неправильно. Это было ваше мнение. А теперь слушайте мое мнение. Если вы в качковском зале и приседаете со штангой, да. Вот тут вы правы. Вот тут у вас должна быть спинка прямо. Осаночка, как у гимнаста. Или как у гимнастки. А еще лучше, как у балерины. Голова вверх. Попочку оттопырили. И понесли. Понесли, да. И все это, в принципе, все это правильно. Действительно носить надо вот с прямой спинкой. Все. И опускать с прямой спинкой. И все. Это действительно так, ребята. Действительно так. Если вы работаете на кладбище и носите мраморные плиты по 50 килограмм, то это действительно так. Если вы работаете в большом универмаге и коробку поднимаете наверх, да, или вниз. Там, ну, там, двухкилограммовую. Это тоже правильно. А когда вы несете 400-килограммовый рояль, да, не просто прямо по асфальту, а со ступенек вниз или вверх, без разницы. Вот тут, вот тут, вот тут это не катит. Я думаю, одного ролика, просто чую, что не хватит просто. Но если бы вы работали грузчиками, как я, и носили рояль, вот как вы говорите, чтобы спинка была прямая, да, осаночка, попка, так, знаете, все. Если бы вы вот до первых ступенек дошли вот так вот с роялем и понесли его по ступенькам, ну, я примерно могу сказать, чтобы с вами случилось в лучшем случае и в худшем. В лучшем случае вы бы себе сломали хребет в первый же день, а в худшем случае вы бы себе не сломали хребет, вы бы как-то упали вниз по ступенькам и сверху вам на голову бы упал рояль. Вот это, вот так вот было бы. То есть, все ваши догадки, все ваши теоремы, техники, они действительно верны. Надо груз носить с прямой спиной, но до тех пор, пока вы не дойдете до ступенек. Вот тут вот все ваши догадки, теоремы, правила, техники, они все будут перечеркнуты, понимаете, перечеркнуты мною и всеми величайшими грузчиками, понимаете. Поняли меня, да, о чем я? Теперь, чтобы вам еще было более понятно, может быть, это не хороший пример, но тем не менее, вот этот пример мне навеяло в мою тупую груз кубойщика. Груз кубойщика опять по-гислянски сказал. Вот, вот если вы посмотрите на борцов, да, например, греко-римская борьба. Выходят борцы на помост, да, такие все они, знаете, здоровые, шеи такие у них толстые, бычьи, да. Вот они выходят на помост, но они не стоят вот так, вот знаете, вот с прямыми спинами. Они все сутулые, все сутулые. Вот вы знаете, есть такой величайший блогер Москвы, Сергей Симонов. Вот он занимался греко-римской борьбой, и он сутулится. Вот он уже давно не занимается этим, да, он уже давно ходит в качалку, а все равно он сутулится. Так вот, почему сутулятся борцы? Как бы, может быть, это плохой пример? Ну вот, я вам объясню. Когда борцы борются, они не стоят против друга, вот с прямой спиной, вот так вот, в стойке, да, вот так вот. Они не стоят, они стоят вот так, вот так. Потому что сейчас, в течение, там, секунды-двух, они сцепятся вот так вот, башками, да, и вообще еще больше стулятся, и будут друг друга под друг друга подныривать. Они не могут с прямой спиной бороться, понимаете, это идиотизм, понимаете, так не бывает. Так вот, я, когда я работаю на работе и ношу рояль и пианино, да-да, не удивляйтесь, я становлюсь борцом. То есть, я подхожу к роялю и, как борец, его захватывают. Для меня рояль это не рояль. Для меня рояль это живое существо, понимаете? И мне его нужно ухватить. Мне нужно, чтобы рояль, как бы, вошел в меня, чтобы это было одно целое, понимаете? Если вы обратите внимание на тот ролик, где я сношу рояль по ступенькам. Сношу или сношаю? Сношу. То вы увидите, что вот это плечо у меня уперто в рояль. Я ссутулился, сгорбатился. А вот эта рука, там, правда, на ролике не видно. Сзади у рояля есть такие рычаги, которые подходят к педалям. То второй рукой я держу за рычаг. То есть, вот, я сделал хват вот этот вот. Я сделал хват за рычаг. Здесь у меня оно уперлось в плечо. И я понес этот рояль. Если вы обратите внимание, то там уже последние 2-3 ступеньки, я даже левую руку я отпустил. Я не держал рояль уже левой рукой. То есть, мне не надо было. У меня хват был вот здесь. И плечо, и вот так вот голова. То есть, рояль, то есть, стабильно я его вот так вот держу. Понимаете, да? То есть, мне даже левая рука, она мне не нужна была. А в обычных случаях, когда я там ступеньки в жилом доме, то левой рукой, как бы, если мы идем наверх, да, то я тяну себя левой рукой. Тяну, понимаете? То есть, я вверх идти как бы тяжелее, одними ногами тяжело работать. То есть, если рояль тяжелый, ты идешь ногами, перебираешь ступеньки. Плюс ты себя тянешь вот этой левой рукой за перила и тянешь себя наверх. Вот такая вот, ребята, техника. Ну, я уверен, что вы мою технику, конечно, опровергнете, потому что вы намного лучше грузчики, чем я. Вот, я в этом и не сомневаюсь, как бы. Ну, думаю, еще роликов пять я вам подоказываю все-таки. Подоказываю. В общем, суть ролика такова, что вы, в принципе, сказали все правильно. До того момента, пока рояль не нужно сносить по ступенькам. Так все правильно. Но как только вы дойдете до ступенек, вы поймете, что все это, то, что вы сказали, это все херня полнейшая. Вот. Вот такой вот ролик. Надеюсь, я все нормально объяснил. Вот, это как бы... Пока что это не спор. Пока что это просто мое объяснение вам, пацанам, которые работают грузчиками. Если кто-то не согласен, если у кого-то какая-то лучше техника, хотите опровергнуть этот ролик, да, представьте мне ролик, где вы несете рояль, который весит 400 килограмм с прямой спиной, по ступенькам, естественно. По ровному месту этот ролик меня вообще не интересует. Меня интересуют ступеньки, конкретно вы, не какого-то другого дядю снимете, а конкретно вы несете рояль с прямой спиной по ступенькам, который весит 400 килограмм. И рукой потом мне помажете и скажете, привет, говно, это типа я. Вот так вот сделайте ролик. Думаю, долго буду я смеяться с подписчиками. Ну все, ребята, как бы... Удачи! Ждем ролик. Чао! Горбандия! Горбандия! Синьмет с матчала он, гонкер! Горбандия! Горбандия! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok